Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Чеврино, я технический специалист по кровлению компании PRODUCTIVE. Сегодня мы с вами поговорим о том, как кормить коров, каким должен быть рацион для коровы, разберем их виды. Если вы еще не подписаны на наш канал, то мой совет вам подписаться, и вы узнаете много интересного. А в конце нашего видео я расскажу, что будет, если кормить корову рационом, который ей не предназначен, и какие ошибки можно допустить. Рацион обязательно составляется в зависимости от физиологического состояния коровы. Физиология продуктивной коровы выглядит следующим образом. Это начало лактации, середина лактации и конец лактации. После лактации два месяца корова отдыхает. Период разбит на два участка. Первый сухостой и второй сухостой. Итак, друзья, сейчас мы находимся у кормового стола высокопродуктивной навальдильной группы. Это группа первые три месяца после отема. Только вдумайтесь, в первые 90 дней после отела корова производит 60% всего молока производимого. И в этот период ее рацион должен быть максимально сбалансирован по содержанию качественного белка, энергии, умеренное содержание клетчатки и сбалансированность по витаминам и микроэлементам. Именно в этот период корова может съесть такого рациона 40, а то и 50 кг. И при этом она способна дать эти же 40-50 кг молока. Друзья, поговорим о том, что произойдет, если рацион для высокопродуктивной коровы в этот период составлен невеж. Или же, что произойдет, если в этот период в кормушку к корове попали некачественные корма. Потревшие сено, кислый силос, испорченные корма. Во всех этих случаях первое, что потеряет животное, это продуктивность. Мы не увидим высокопродуктивности, и она начнет снижаться. Если мы не будем реагировать на эти снижения, у животного начнутся проблемы со здоровьем, вплоть до его гибели. Вы посмотрели ролик о том, какие вопросы бывают к рациону коров. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще много интересных роликов. А в следующем мы расскажем, чем отличается рацион новотельных коров. На какие вещи нужно обращать особое внимание, чтобы ваша корова жила долго и давала много молока.